Что мешает сейчас правительству, министерствам, министрам разным просто сесть и реально написать программу, не та, которая будет написана взагалей лозунгами, а будет написано, вот столько денег у нас есть, вот столько денег мы используем, дедлайн такой-то, цели краткосрочные такие-то, долгосрочные такие. Вы неправильно начали. Это же элементарные вещи. Почему программа каждый раз выглядит как лозунги избирательные? Потому что вы себе очень неправильно представляете процесс. Вот ресурсы, вот что-то, так стратегии не пишутся. Да я не стратегия, я о программе же говорю. Еще раз. Программа действий уряду, она готовится по методологии, которая была вчера, 5 и 10 лет назад. Ну чего не готовим-то по методологии, которая сегодня, люди-то новые пришли. Потому что у них нету целей. Цели должны быть определены парламентом. Или президентом. Или президентом. Ну в данном случае Украина у нас парламентская президентская республика, но де-факто президентская, где президента нет всего большинства. И назначает поэтому, если президент, офис президента способны сформулировать долгосрочные стратегические цели, то программа действий уряда точно будет другой. Мы, кстати, очень точно расставили акценты. То есть я там пытаюсь наезжать на парламент, но по большому счету здесь у нас офис президента является ответственным самым главным за этот процесс. И это должны понимать люди, которые голосовали. Если президент не может определить стратегическую рамочку, то что мы можем требовать от парламента, который непонятно как сформирован, и от Кабмина, который нанят этим парламентом? А может президент определил, может быть мы просто не читаем эту рамочку? Вы вот можете прочитать? У вас-то больше экономики? Она должна быть четко артикулирована. Я детально изучал программу кандидатов президента Зеленского. Первая часть программы, кстати, я рекомендую время от времени документы эти перечитывать. Первая часть такая визионерская, где он рассказывает, какая Украина должна быть красивая, без конкретики. А потом начинаются конкретные шаги. Кстати, из конкретных шагов мы с вами уже обсуждали налог на выведенный капитал. В принципе, это один, если бы президент Зеленский добился, что в Украине налог на прибыль был заменен на налог на выведенный капитал, он бы уже вошел в историю. Но команда президента Зеленского, которая сегодня, в том числе, возглавляет профильный комитет в парламенте, это Данил Гетьманцев, делает все, чтобы саботировать этот элемент программы. У меня нет понимания того, как президент назначает себе команду, которая саботирует его же программу президентства. Кстати, налог на выведенный капитал есть и в программе партии «Слуга народа». И представитель этой партии делает все, чтобы этот процесс не влетел. Точнее как, у меня буквально вчера и сегодня продолжилась переписка с Данилом в фейсбуке. Можно зайти посмотреть. Что он утверждает? Он говорит, что налог на выведенный капитал усилит налоговое давление, хотя практика показывает, в том числе, то в Эстонии, что как минимум в два раза он снижается. То есть есть манипулятивные заявления, под которыми нет абсолютно никакой базы. Он говорит о том, что это приведет к дефициту бюджета. Но при этом есть мультипликаторы и компенсаторы, которые позволяют дефицит бюджета нивелировать. У нас ежегодно расходы и доходы бюджета растут на 200 миллиардов гривен. В сравнении с налогом на прибыль, НВК первый год даст минус 30 миллиардов. В сравнении с 200, то есть это по большему счету планирование бюджета. Но самое главное, бизнес получает оборотный капитал. Первые три года плюс 5 миллиардов долларов инвестиций только внутренних у нас добавляются. За счет того, что будет невыгодно выводить деньги. Это нашим зрителям просто объяснить. Абсолютно верно. Вывод, оптимизация денег в среднем стоит 11%. То есть я не плачу эти 11% за вывод. У меня прозрачная отчетность, с которой я иду в банк, мне банк наконец-то может дать кредит. Я общался с одним банкиром топовым, говорю, слушай, а чего вы не кредитуете? Говорят, а кого мне кредитовать? Ко мне приходят компании, я же вижу, это большая компания, показывают отчетность, а они прибыль оптимизируют. Моя задача по процедурам видеть, как за счет прибыли он вернет мне кредит. А если он оптимизирует прибыль, то я по процедурам не могу выдать кредит. Поэтому налог на выведенный капитал, это рост оборотного капитала компании. Это рост инвестиций. Это прозрачная отчетность, которая позволит компаниям кредитоваться. А раз будут инвестиции, кредиты, будут новые рабочие места, будет рост спроса на труд, а значит рост зарплаты. Но что предлагает Данил Гетьманцев? Он говорит, а давайте мы введем налог на выведенный капитал не для всех, а только для компаний с оборотом до 150 миллионов. Что получается? Мы не убираем из налога функцию проверки налога на прибыль. Мы создаем дополнительный департамент, который за счет наших налогов будет существовать, который будет учитывать и контролировать компании, которые работают на налоги на выведенный капитал. Но это не все. Крупные корпорации традиционно, которые платят налог на прибыль, будут создавать 10 дочек, на которых будут переводить прибыль и не платить налоги. Мы создаем новую схему, а значит новую кормушку для чиновников. То есть чиновников будет больше, административная нагрузка будет больше, расходы бизнеса будут больше. И это предлагает член команды президента. Он говорит, давайте введем эксперимент на 2 года. Но эффект от налога на выведенный капитал появляется на 3 год. Он приводит постоянно в пример опыт Эстонии, который неуспешный. Посмотрите у меня в фейсбуке. Я писал, Эстония стабильно растет, темпы роста экономики выше, чем Украина. Более того, доля инвестиций в ВВП самая большая в Европе. То есть маленькая Эстония показывает результат и профильный руководитель комитета, который отвечает за налогу и трансформацию, он говорит, что Эстония плохой результат. Я не знаю, чем эти люди мотивированы. Такое ощущение, что они пришли убить экономику Украины или убить рейтинг Зеленского. Поэтому у меня вопросов много к этому парламенту, к этому президенту. И мы не молчим, мы об этом публично говорим. Но там, где мы можем помочь, мы стараемся помогать, потому что мы помогаем не к обмину, мы помогаем себе. Мы хотим, если сожить в этой стране.